Купонов много не бывает, особенно если их возможно достать на халявку, так это ж вообще классно. А алмазные, инкубаторские, золотые кумпончики сегодня ты сможешь получить бесплатно. Иу! Ващап геймч-то! К тому же, два ваучера за неделю забрать также можно легко за лайк, комментарий с твоим айдишником под этим роликом и подписка на канал с колокольчиком. Я уже добавляюсь в друзья к победителю и уже там контактирую с ним, чтобы он забрал свою наградку. Участвуй, возможно тебе повезет. Все эти самые награды, купоны, скинчик на тачку, шмотки, скины на оружие, возможно забирать в мини-играх. В этих самых событиях, которые я, блин, полюбил, когда начал играть во Free Fire. Мне очень хочется новый памятный значок, который можно забрать в мини-игре, если войти в топ-20 игроков. Это в целом не так уж и сложно, если ты активно играешь и выполняешь это событие. Потому что у меня сейчас находится единственный памятный значок, это испанский снюсоед, который мне не особо нравится. Это дикий сенсоед, он облетает только в диких лесах Украины. Поэтому я его бы с удовольствием заменил. Первая моя мини-игра, которую я увидел во Free Fire, это была вот эта вот активность Моко. Там были и пиксельные побегушки, с помощью которых ты фармишь валюту, которую возможно обменивать на прикольные шмотки в игру. Для разработчика это очень классная тема, если ты в ней заинтересован. Потому что это все-таки фарм часов, как никак. И блин, я ж как капец на это ведусь. Ты б гангстер знал, мне это очень нравится в самой игре, еще можно что-то поделать помимо основной игры. Немножко хочу рассказать про Буяго, событие которое было не так давно. Там добавили нового гангстерского персонажа-баскетболиста. Ну и также за конец каждой катки ты получал награду. Три кубика за батл-рояль и два за битву отрядов. То есть их можно было даже фармить, чем я активно и занимался прям изо дня в день. В таблице рейтинга я был на первом месте, и меня догнать было очень тяжело. Потому что я насобирал этих кубиков до жути много. Я хотел памятный значок, он там был очень классным, но я его не получил. Я не знаю почему, каким образом я это профукал. Я думал, что мне этот значок дадут автоматически, то есть мне не нужно его откуда-то было бы забирать. Но либо этот значок не выдали вообще всем, что очень обидно было, потому что я-то очень потел и старался для этого памятного значка. Либо мне нужно было его забрать в какой-то день, чего я, к сожалению, не смог сделать. Юра был фармером, но старым, поэтому память подвела, блин, жестко. Вот так вот я профукал офигенный значок Буяго. Я его ждал через день, через неделю, может быть, думаю, ну, может они там что-то придумают и выдадут мне. Но нет, я его не получил. Гангстер, напиши в комменты, если он у тебя есть. Я надеюсь, кто-то из вас в этом шарит, поэтому буду признателен, если вы напишите про это в комментарии. Лед и пламя. Новое событие. Я из топ-20 за пару-тройку часов уже в топ-3. И я уверен, что топ-1 буду. И надеюсь, что я не профукаю вот такой памятный значок. Он тоже неплохой, я его с удовольствием бы поставил в свой юзербар. Как занять топ-1 в этом списке, я тебе чуть-чуть позже расскажу. А пока что, гангстер, огромное спасибо за 731 подписчик на моем канале. Это очень вдохновляет и мотивирует, капец. Я такого не ожидал. Еще чуть-чуть, и мы косарик добьем. Спасибо, бро, что подписываешься на канал, также активно ведешь себя на нем тут. Лайки, комментарии оставляешь, это очень приятно. И прям бустит жестко канал. Спасибо за твою подписку, что ты не прошел мимо, подписался на канал. Все эти мини-игры напомнили мне игры ВКонтакте. Я очень давно в них залипал. Я уж молчу про МОКО, вот эта вот пиксельная игра, мини-МОКО, или как-то вот так она называлась. Это когда у тебя интернет отключают, и ты динозавриком просто-напросто скаратываешь так время. Вот то же самое, но там ты получаешь очки, которые, возможно, было обменивать. Сегодняшняя вот эта вот лед и пламя мини-игра мне очень дико напоминает также стратегии, их очень много, ВКонтакте. Там ты добываешь ресурсы, с помощью этого прокачиваешь и улучшаешь город, все по возрастанию идет, это очень прикольная и затяжная тема. Но там-то было все бесполезно, а тут-то есть цель насобирать опыта, чтобы продвинуться в списке лидеров и получить такие памятный значок. Ресурсиковая валюта для обмена на шмотки, скинчики и тому подобное. Третьей пользы я пока что не нашел, но уверен, что она есть. Если ты еще не шаришь по битве пламени и льда, или так как-то наоборот, я тебе сейчас все кратко и понятно изложу. Буду начинать с конца, потому что у нас вот такая вот длинная картинка. Собираем 4 ресурса, у тебя, если ты еще не играешь, открыты только 2 энергоблока. Золотишко, это батарейки, это золото, это буду называть снежинки, потому что так проще, это руда. Это 4 первых материала, которые необходимо добывать, чтобы расти. Также эти заводы можно прокачивать, они сейчас пока что у меня по третьему левлу, если я буду их прокачивать все выше, они будут добывать мне ресурсики быстрее. Вот у нас два между собой здания. В центре управления ты добываешь дерево, здесь оно основное, опыт, который позволяет тебе прокачиваться в рейтинге. Ну и фишечки, которые можно обменивать на шмотки и прочие скинчики. В магазине, вот они все, я пока что ножичек забрал, и старайся, гангстер, их собирать, потому что в дальнейшем откроется премиум магазин, и там, скорее всего, будет скинчик на машинку. Поэтому лучше всего это все насобирать, подкопить и тратить только потом, когда будет открыт этот самый премиум. Он к новому году откроется, поэтому там можно будет тратить эти самые фишечки. В центре управления это, как сказать, поставки, которые можно также и друзьям помогать крафтить. Есть ежедневные задания, они дают прям очень хорошо опыта и фишечек, и дерево, что самое главное. Нужна древесина. И вот эти вот дополнительные, которые ты будешь также крафтить и получать понемножечку дерево. Вот это дерево, оно очень прям основное, потому что ты с помощью его прокачиваешь также и администрацию, и вот эти вот четыре формилки. То есть оно тут везде необходимо. Чтобы мне получить, допустим, вот эти вот ресурсики, мне нужно создать три из пяти бутылочек. То есть вот эти вот ежедневные поставки я уже выполнил. Погружение в битве тут также можно что-то будет забрать, но это уже откроется чуть-чуть попозже. Здание администрации тебе необходимо прокачивать до шестого левла, чтобы у тебя были вот эти вот два завода нижних открытые. Ну вот, вот этот самый последний, который я недавно открыл. Ну и таблица лидеров, то есть я уже третий опыта вот столько насобирал. За топ-20 ты получаешь памятный значок, купончики. И за топ-10 то же самое, но немножко другого качества. Надеюсь, что в этот раз я получу вот этот значок льда. Гейт по зимней мини-игре был проведен успешно. Чем эта мини-игра отличается от предыдущих, по крайней мере тех, которые я знаю, тем, что здесь ты в катках на пвп в королевских битвах собираешь ледушки. Я буду их так называть, потому что они очень похожи, а вот это вот их название, оно, ну как-то... Не крутое. В основном синенькие эти самые примочки находятся в зданиях. То есть чем больше зданий, тем чаще они там будут встречаться. За каждую катку я примерно, если целенаправленно, устребленно собираю их, мне удавалось насобирать около десяточки. Также можно их находить по полю, но их не так много раскидано. Вот я как раз-таки их находил в Кейптауне. Там много домов, там дофигища прям таких соседних. Если шариться по каждому из них, то там десятку ты будешь собирать. Мне стало вот интересно, я это проверил уже. Что будет, если вот в одну и ту же точку прибегать, и там было бы стопроцентное ледушка? Но это, к сожалению, не так, они расформированы в каждой катке по-иному. То есть в одной катке ледушка может быть в этом доме, в следующей катке ее там не будет и так далее. В любом же случае, где много сооружений и лута, там эти ледушки встречаются. Но, к сожалению, в синих зонах, как хотелось бы, ледушек вообще я не находил. Синяя зона не влияет на то, что там эти пломбиры появляются всегда. Они там могут быть, но не в больших количествах, к сожалению, и там пофармиться не удается. Классная фармилка, добавленная во фрифайр. Гангстер, мне очень интересно, занимаешься ли ты этим самым. То есть качаешься из заводы. Батя с работы приходит такой, ох, блин, на заводе-то устал, надо расслабиться. В игру заходит и начинает фармить заводы. Каеф. Гангстер, обязательно пиши в комменты, играешь ли ты в эту мини-игру. Мне очень интересно, гоняешься ли ты тоже за какими-то значками памятными или же за другими ресурсами, скинчиками и так далее. Если ты кликнешь по этому ролику, то узнаешь над преимуществом между другими игроками. Кликай, переходи и смотри. Там такая фишка, прямо аж с читами связанная, так что не пропусти. Ну и не забудь подписаться на канал, потому что подписка и у тебя большая писька.